Раз, два, три. Повнимательнее, повнимательнее. Выше скрипку. Вот смотри, как я это делаю. Видишь? Вот так. Давай. Мы движемся очень медленно. Если Марта не будет заниматься дома, мне придется отказаться от занятий. Вот, Игорь, он каждый день занимается. Раз и... О, Господи! Вот ж вы меняете комнату, отдохнете от нас. А мне не мешает. Привыкла? Был бы лифт, никуда бы отсюда не уехала. Да нет, знаете, просто обидно. Столько лет вместе сошлись, можно сказать. А тут приедет какой-нибудь нервный товарищ, прикроет всю эту музыку. А может, и к лучшему. Да бросьте вы, Валентина Ивановна. Ну, не чужой ведь он был. Не чужой. Именно не чужой и родным не стал. Спасибо, до свидания. Всего доброго. До свидания. Игорь, мыть руки и обедать. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Бабуля, можно я не буду суп? Новости. Не съешь суп, не получишь второе. Па! И нечего папкать. Ешь! Бабушка права. Настоящий мужчина должен есть все. Хитрый вы. Как вечером в телевизоре, я ребенок. А когда суп, так мужчина. Ну, ладно, давай тарелку. Приятного аппетита. Ой, мама! Обезьяна. Ой, мама, есть хочу, не могу, умирая. Давай, садись. Вот. Как дела? Нормально. Занимался с ребятами. Скоро на работу. Как у тебя? Ой, кошмар. У нас в аптеке ЧП. Милка Зотова нахамила одному старичку. Но обыкновенный такой старичок. Кто бы мог подумать, дважды герой войны и труда. Скандал грандиозный. Мама, а если один раз герой, хамить можно? Грубить никому нельзя. Мама, а я лучше Марта играю, правда, папа? Умница. Не задавайся. В осенью музыкальная школа с Интонасовичей не все в порядке. Так что еще работайте, работайте. Гулявого мальчишка на воздухе больше пользы было. Бабуля, ты просто не понимаешь. Папа всегда говорит. Настоящий музыкант, чтобы чего-то достигнуть, должен много работать. Правда, папа? Конечно. Знаем мы этих музыкантов и чего они достигают. Спасибо. Все было очень вкусно. А второе? Я уже сыт. Мама, зачем ты так? Да потому что парня жалко. Лишили детство. А для чего? А Леша говорит, что Игорешка способный и подает надежды. Твоя Леша тоже подавал надежды. И чем-то кончилось. Вот тут и оно. Ой, и ребенка жалко тебя. Леша. Леша. Ну, мама, конечно, не права, но ты должен ее понять. Да, я ее понимаю. Могу даже посочувствовать. Напрасно организируешь. А ей можно посочувствовать. У нее еще была возможность устроить свою личную жизнь, но на ее всю посвятила нам. Только благодаря ей у нас так налажен быт. Лара. Ну, ты пойми. Что благодаря этому хорошо налаженному быту мы теряем что-то очень важное. Я за все благодарю Валентине Ивановне. Но поверь, что нам лучше жить одним. Давай снимем комнату. Потом вступим в кооператив. В конце концов, это необходимо и для Игоря, и для нас. Для нас? Только потому, что у него иногда страдает мужское самолюбие, он готов все заботы свалить на меня. Леша, ты не обижайся, но ты эгоист. Если бы ты меня по-настоящему любил, ты бы мне этого не предлагал. Так я поэтому и предлагаю. А все заботы я готов завалить на себя. Ну, ладно, я пойду. Смотри, не задерживайся. Где? Ну, мало ли, прихват какая-нибудь циркачка. Да, я ужасно перспективный мужчина. Ну, ладно, пока. 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 Леша, Леша, что с тобой? А? Ничего. Знакомьтесь, Валентина Ивановна, ваш будущий сосед. Здравствуйте. Здравствуйте. Меня зовут Валера. Очень приятно. А по отчеству как? Ну, Валера и Валера. Пока прохожу по молодым. Еще даже не женат, они с матерью разменялись. Да пришлось. Мамочка моя решила замуж выйти. Ну, а мне такой расклад ни к чему, потому что новый папенька возьмет и нашлепает. Сколько метров кухня? Шестнадцать. Так, хорошо. Холостяки, народ опасный. Девушки, компания. Не волнуйтесь, все будет штатно. Как-как? Нормально. КОНЕЦ КОНЕЦ Браво, бабушка! А почему только бабушка, а папа? А почему папа? Ты же испекла Наполеон. Между прочим, твоя бабушка аккомпанировала когда-то очень известным музыкантом. Ах, если бы я была здорова, мы бы сделали с тобой программу, я уверена. Ну, не надо, мама, меня вполне устраивает, что я здесь могу поиграть для себя. И для меня. И для меня. Ах! Ха-ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Можно то, что я хочу? Можно! Ха-ха-ха! Бенявский, легенда, исполняет папа Голенищев и Голенищева-бабушка. Бенявский, легенда, исполняет папа Голенищев. Бенявский, легенда, исполняет папа Голенищев. Бенявский, легенда, исполняет папа Голенищева-бабушка. Бенявский, легенда, исполняет папа Голенищев. Здравствуйте. Он прибыл к вам, на поселение. С новосельем. Спасибо. Ага, так, мужики, значит, на пятый этаж. Я сейчас подойду. О, здорово, сосед. Здорово. Здрасьте. Что, автомобилями интересуешься? Интересуюсь. Ну, залезайте, ребятушки, козлятки. Эй, ты первый. Передачи, пожалуйста, подожди. Передачи, пожалуйста. О, сосед. Добрый вечер. Ваше у меня, все нормально. Прошу. Я, собственно... Нет вопросов, народ ждет. Проходи. Ой, Леша, иди сюда. Прошу любить и жаловать. Алексей, проходи, садись. Так, ну-ка, распорядитесь там. У вас положите. У кого? Ага, все есть. Так. Жека, притормози. Притормози, Жека. Минуточку. У нас еще сосед не говорил, тост. Прошу. Знаете, родственников и соседей не выбирают. Выбирают друзей. Я хочу предложить тост, чтоб под крышей этого дома Соседи стали друзьями. О-о-о. Только так и не иначе. Вообще, с соседями мне повезло. Лариса прелесть просто. Прелесть. Леша умница, молодец. Ну, у Валентины Ивановны это просто чудо. Валя, давай громче музыку. Сейчас пошли переставать. Сейчас сделаем. Лариса, можно тебе? Сосед не возражает? Ну, конечно, нет. Тем более, вы уже нафиг. Выпили на брудершах. Угу. 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 ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Субтитры создавал DimaTorzok Пап, я не сплю Почему? А мы с тобой кто, друзья? Друзья А как же я могу заснуть, когда тебя нет? Хе-хе-хе Опа Ты там тоже пляс? Ну, ты тоже скажешь Просто сидим в компании Ого, сидите, потанцуете Хе-хе У меня вот что Ой, это откуда? Дарья Валярова подойдет для сближения Для какого сближения? Не знаю, он так сказал А вездеход, который я подарил, он тебе уже не нравится? Это-то лучше Пап, а что ты мне еще подаришь? Ну, не знаю, машинами тебя теперь не удивишь Знаешь, у меня есть хорошая скрипка Мне подарил ее мой отец твой дедушка Когда-нибудь я подарю я тебе Мне? На, кому же еще? Спи Леша Ты что? Да так, устал и вообще Ну, чем ты не доволен? Да нет, я даже рад У тебя партнер по танцам появился Хе-хе-хе Держи ты меня, мой муж меня ревнует Нет, ты серьезно? Ну, тебе же это приятно Конечно приятно Но глупо Наш сосед славный парень, ну согласись, несколько примитивный Да нет, я бы сказал, несколько активный Что ты имеешь в виду? Да как-то легко сближается со всем Не устал приехать с женой на бродершафт Сыну дорогой подарок А все еще так просто кореша Ох, это надо ты, Леша Можно еще потанцовать? Ну, конечно Спи Пока, мам Привет, как жизнь? Ой, некогда, проспала Ну, спускайся я сейчас Соседей надо выручать Подожди внизу Зачем догнать? Успеем Спокойно, девушка, за рулем профессионал А вам? То есть тебе нравится эта работа? Нормально В общем, не для слабонервных А ты почему в аптеке? Ну, закончила фарма-институт Вот Я, между прочим, тоже техникум закончил Индустриальный И пошел в такси? У нас в парке каждый пятый с дипломом Институты, университеты Люди гибнут за металл Люди гибнут без металла Вот сюда Понял Спасибо Не за что На моем месте так поступил бы каждый Выше скрип, повыше И пальчик не забывай Хорошо Отдохни Пап, ты машина? Я шофер Поехали! Ух! Пап, а я хочу быть скрипачом и таксистом Можно? Ну, ты выбирай что-нибудь одно А бабуля говорит, что ты же тоже мог перелечиться на таксиста Зачем? Чтобы зарабатывать, как дядя Валера Так Ясно Только понимаешь, сынок Нельзя, чтобы все были Таксистами Почему? Кто-то должен играть на скрипке Иначе у людей не будет музыки Ты согласен? Тогда иди занимайся benim тебе тебе понравится Шах Шах Внимание Оп Ух Да Ну что скажешь, а? Ты возьми, возьми, вижу, какими глазами ты на неё смотришь У нас одним условием. Пригласи к трассу на рыбалку. С тобой везё же. С удовольствием. Лёша, подойди сюда. Извини. Угощайся. Собственной выпечки. Ммм, как вкусно. Не изображай. Чего не хватает? Чего не хватает? Человека, которого ты осчастливила этим рулетом. Только ты поинтересуйся, любит ли он музыку. А что, это так важно? Наверное. Во всяком случае, никогда не предложат тебе переквалифицироваться в косметичку. Почему в косметичку? Ну, потому что косметички неплохо зарабатывают. Что такое хмурый? Да так. Чай попью повеселее. Ну, пока вскипит. Может, заливное. И вроде получилось. Спасибо, не откажусь. Ну, давай, садись. Вот люди пошли, а. А что такое? На днях еду, до стоянки метров сто. Смотрю, человек голосует с палочкой. Явно инвалид. Угу. Спасибо. А на стоянке какой-то активист. Так. Записал номер, там, жалобу. Да бог с ней с премией, дело не в этом. Просто по-человечески обид. Выходит, доброе дело сделать нельзя. Что верно, то верно. Муж мой покойный всегда говорил, доброе дело не останется безнаказанным. Мамуля. Ой, привет. Салют. А я у вас вроде как на хлебничком уже. Ой, ты скажешь тоже. Мам, у меня там на колготках петля поползла. Затяни, пожалуйста. А то сегодня магазин закрытый. Воскресенье. Обожди минуту. Не стыдно, молодой мужчина в доме. А ты, посмотри, какой распутюха ходишь. При чем тот мужчина? Он для меня просто сосед. Ты, блудь, пошла петлю затянула. Держи. Колготки? С чего это вдруг? Да валяются зря. Хорошо, что напомнил. Да нет, ни к чему это. Да бери, бери. Надо будет. Тоже выручим. Спасибо. Ну что, может, чайку заварить, а? Да. Да, вот жизнь. Где бы мне такую тещу найти? Поздно. Надо было раньше сюда переезжать. Да. Прошу вас никогда не делать таких подарков. Почему? Потому что есть вещи, которые могут позволить себе дарить самые близкие люди. Я надеюсь, вы найдете им применение. О, господи. Не знаю, если бы я их специально купил. А то возил тут одну иностранку, она и сунула вроде как презент. А мне что, солить их, что ли? Вы уж извините. Щепетильно он у нас больно. Да. Как говорил ваш муж, доброе дело не останется безнаказанным. Мысл. Положить еще? Нет, спасибо, я сыт. Конечно, теща готовит вкуснее. Мама, ревность тебя не украшает. Меня украшает одиночество. Между прочим, Игорь сегодня сам просился к тебе. Маленький мой. Знаешь, мам, ты все-таки должна приходить к нам. Никто тебя там не съест. Но ради внука можно чем-то пожертвовать? Есть люди. Они даже когда молчат, создают вокруг себя поле. Оно меня парализует. Я перестаю быть сама собой. Начинаю заискивать, говорить какие-то глупости. Мне стыдно перед ребенком. Извини, я не могу. Уж если кому и надо извиняться, так это твоему сыну. Ты никогда мне ничего не говоришь. Я сама о многом догадываюсь. Но у тебя ведь тоже есть сын, Леша. Уж если кому-то и чем-то нужно поступиться, так это тебе. Понимаю. Вот и прекрасно. Вовик! Немедленно танет! Да пусть повоюют. Пусть. А то вырастут вроде и не мужчины совсем. Да наш только драться и умеет. Вот ваша умница скрипкой занимается. Господи, а толку? Ну, будет музыкантом и что? Не мужское это дело. Ну, почему же? Все великие музыканты и композиторы были мужчинами. Кроме Пахмутовой. Куда уж там. Не в кого нашему быть великим. Добрый день. Здравствуй, Валера. Ваши дома? Да нет, нету. У Алеши сегодня выходной, так он к своей маме ушел. А у Ларисы дежурство. Жалко. А что такое? Да я здесь мотался с одним администратором. Ну, в общем, два билета на белорусскую эстраду. Ну, а что? Да не люблю, один, скучно. Ой, какому парню? Да не с ком было пойти. Да есть там кое-кто, но не для культ походов. Обидно, если билеты пропадут. Может, Ларисе предложить? Вдруг отпустят. Ну, буду ехать мимо, заскочу. Ну, что, можете еще чайку? Да нет, спасибо. Все, на Ларисе дежурство, я хочу ее встретить. А, конечно, конечно. Ну, пока. Пока. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Здравствуйте. Здравствуйте. А Ларисы нет. Давно ушла? Давно. Сосед ваш приходил. Я ее подменила, билеты на концерт пропадали. Она домой поехала переодеваться. А как же вы? Что? Да нет, так. Загулял. До свидания, Зин. Спасибо. Машину когда-нибудь водила? Нет. Хочешь попробовать? Хочу. Ну, давай. Ну, 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 прими, прими, прими рубль. Вот так, спокойно. Останови. Я здесь пройдусь немного, а ты задержись, ладно? Понял. И вот что. Поменьше обращай на меня внимание, Дом. А если не дома? Привет. Не спишь? Знаешь, где я была? Постоянный клиент принес два билета на эстраду. Зинка меня подменила, мы с Верой Федоровной пошли. Тебе бы, наверное, было неинтересно, мне лично понравилось. А Вере Федоровне? И Вере Федоровне. Знаешь, почему плохо врать? Человек при этом жалко выглядит. Потому что тебе нельзя сказать правду. Ты все переворачиваешь с ног на голову. А ты меня не обманываешь? В чем? Да, во всем. Много ты мне времени уделяешь. Много выходных ты со мной провел. Он должен слушать серьезную музыку. А я? Но когда-то ты ее тоже любила? Когда? Когда-то я была глупой, влюбленной дурочкой. Я надеялась на тебя, верила. А чем все это кончилось? Но все равно это не повод, чтобы обманывать меня. Нет повод. Твоя любовь к музыке, это тоже обман. Ты прячешь за нее свою неприспособленность. Посмотри, как мы живем. На маминой площади, мамиными трудами, и мама еще тратит на нас свою пенсию. Это называется мужчина. Ну зачем же так? Я давно тебе предлагал жить отдельно. Мы прилично зарабатываем, нам бы хватило без маминой пенсии. Но все равно же это же не повод для того, чтобы меня обманывать. Все, хватит. Надоело. Леша, ты чего с кис? Опять что-нибудь дома? Да нет, все в порядке. Леша, не надо. Все равно врать не умеешь. У тебя же лицо, как буква. Тоже мне. Не играю. У тебя. У тебя! У меня! У тебя. У тебя. Игорёшка, заниматься нужно днём. Бабушка смотрит телевизор, тебя всё нет и нет, а мне скучно. Где ты была? Я ездила по делам. Дядя Валера. А при чём здесь дядя Валера? Я в окно увидела, как вы садились в машину. Он просто подвёз меня по пути. Вчера тоже. А ты что, за мной следишь? Нет, только раньше ты играла со мной, а теперь каждый вечер куда-то уезжаешь. Не огорчайся, котёнок. Скоро я каждый день буду сидеть дома, и всё будет хорошо. Ты померишься с папой, и вы снова будете разговаривать? Иди ложись. Я помоюсь, лягу и буду ждать папу. Ладно? Иди. Садитесь, Лёша, подвезу. Да нет, благодарю вас, я пройдусь к искусству. Ну, садитесь, есть разговор. Что вы хотели мне сказать? Да даже не знаю, как и начать. Ну, говорите, говорите. В общем, тут такое дело. Мы с Ларисой кое-что решили. Ну, сами понимаете. Ну, а что касается там всяких формальностей, это она всё берёт на себя. А как же, Игорёша? Что же я его обижу? Он мне будет как родной. Остановите. Единственная просьба. Не пытайтесь ему стать родным. Для этого есть я. Понимаете? До свидания. Что-нибудь случилось? Мам, я поживу у тебя. Ты почему не спишь? Ты же знаешь, я всегда жду папу. Понимаешь, папа сегодня не придёт. Заболела бабушка, он пока поживёт там. А долго? Ну, я не знаю. Мам, а мы сходим к бабушке? Тебе туда нельзя, ты заразишься. А папа? Ну, с папой ничего не будет. Он же взрослый. Спи. Мам, пойдём завтра к бабушке. Вот завтра и поговорим. Спи. Ну, что? Всё это несерьёзно. Он уже просится к бабушке. Я не знаю, надо как-то подругу. И всё-таки лучше не мудрить. Ушёл, бросил нас. И весь разговор. Ну, врать тоже ни к чему надо, по-честному. Мам, Валера прав. Врать это нехорошо. Да уж чего хорошего. Между прочим, и я заварила всю эту кашу. Но ради ребёнка отрубить, чтобы не мучился. Мама, ты что-то напутала. Ну, не мог же папа уйти к бабушке и ничего мне не сказать. Нечего тянуть. Идём, мой маленький. Я тебе сейчас всё объясню. Идём, мой маленький. Объясняйте без меня. Только, пожалуйста, не ссорься с тобой. О чём ты говоришь? Я иду заниматься к сыну. Правильно. А они, они вообще для меня не существуют. Они для тебя будут существовать всю жизнь. И ты это прекрасно знаешь. Ну, я пошёл. Я к Игорю. Игорь. Папа пришёл. Игорь. Мы должны заниматься. Ты слышишь? Нет, не хочу. Ничего с тобой не хочу. Почему? Потому что ты... Ты... Иди, иди, мой маленький. Иди, мой хороший, иди, детонька. Алёша, может, хватит, а? Да будьте же вы человеком. Ну, что вы дёргаете ребёнка? Я должен с ним заниматься. Ой, ну, хватит, хватит нам этой музыки. Оставьте-ка нас в покое. Игорь. Игорь. Субтитры подогнал «Симон» Бабуля, я больше не хочу играть на скрипке Ты был там? Был Ну и что? Ну ничего, мы с Игорем позанимались Ну почему из тебя надо все вытягивать? Как он тебя встретил? Он спрашивал что-нибудь? Спрашивал Спрашивал, почему я не ночевал дома А ты? А я сказал, что должен жить здесь, потому что ты себя плохо чувствуешь Ты прав Когда детям плохо, родителям не может быть хорошо Сразу же включился в игру Знаете, как это бывает трудно Особенно вратарю А штрафной? Штрафной? Куда? Попросто? Гол! Нет, не засчитай это вне игры Бабуля ты у тебя Класс Ей бы свисток И на поле Это у меня от мужа Ой, футбол любил Наплавается по заграницам А как в отпуск На все игры подряд Ну и я с ним Чтобы подольше с ним побыть вместе Да Лариса часто отца вспоминает Наверное, хороший был человек На дочку надышаться не мог А подарков возил Забаловал совсем А меня мама родила И забыла об этом Как так? Ну так Что поел, что надел В упор не видел А папаша машину купил И целыми днями в гараже Чтоб, значит, дома меньше показываться А потом на этой же машине Укатил в неизвестном направлении Нет В семье Должны быть общие интересы Иначе это не семья Может быть мне для начала Ларису к футболу приобщить? А зачем маму? Мама, это наша семья Ну У соседей тоже ведь должны быть Общие интересы Ну, акселераты Ну, все, секунду Перерывы футбольного матча Концерт лауреата международных конкурсов Акира Сайта Япония А что у нас там по другой программе? Не надо Почему? Пусть играет Ну, пусть играет Бабуля А почему зайчик плачет? А ты почитай Пора самому большой уже Пока я прочитаю Он плакать перестанет Игорь Игорь Бабуля Зачем он приходит, если он нас бросил? Делать ему нечего Где наша книжка? Давай я тебе маленький почитаю А вчера Утру, кенгуру Нет ли квартиры Мой Дадыр? Я рассердился Да как заору Нет, это чужая квартира А где Мой Дадыр? Не могу сказать Позвоните по номеру 125 Ну как? Нормально Ты с ним занимался И он был рад твоему приходу Откуда ты знаешь? Я по лицу твоему вижу Игорь взрослеет И он не должен Почувствовать твое отсутствие в семье Но если я воспитала тебя таким Слабым и нерешительным Может быть мне Самой поговорить с ними? Нет, мам Обожди еще немного И ты увидишь Что я увижу? Ну не знаю Но так не может больше продолжаться Извини В конце концов это нечестно Леша ни в чем не виноват Вот ты именно виноват Сумел бы создать настоящую семью И ты бы от него не ушла Да не в этом дело Я выходила за него замуж Еще не понимая Кто я, что я И вообще Что мне нужно в жизни С каждым годом все больше чувствовала Что я Перед ним глупа Какая-то Недоучившаяся девчонка Ну разве Леша виноват? Что мне с Валерой? Ну проще Не знаю, интереснее Он ведь отец Имеет полное право По закону видеть сына По закону А сделай тебе парня Невростеньком Что ему тогда твой закон? Ну а что ты предлагаешь? Прятать его, что ли? Что-то не нравишься ты мне, дочка Ну в общем так Дачу надо снять Срочно И увезти его немедленно Он залито попривыкнет к Валерию А там глядишь и проще Ой, не знаю Что-то у меня на душе неспокойно А я сейчас сразу И махну в рощина Да Игорешку у Вовика заберешь Ужин ему на плите Здравствуйте, Елена Владимировна Здравствуйте А вы не знаете, где наши? Валентина Ивановна с Игорем На дачу уехали А Лариса? А Лариса, вероятно, на работе Вам помочь? Нет, спасибо До свидания Товарищи, будьте внимательнее Соберитесь Иначе я задержу вас И будем Прошу еще раз от восьмой цифры Слава Богу Все свободны Голенищев Леша Задержитесь, пожалуйста Понимаете, Леша Я Ну, в общем Мы знаем о ваших Неприятностях Как говорится Мир тесен И вообще Скажите Я могу чем-нибудь помочь вам? Единственное Не обращайте на меня Внимание Ну, это, пожалуй Самое простое Спасибо Всего доброго Пока Леша, ты помнишь Сашку Корабельникова? Ну, конечно Город с нашего курса Профессор в консерватории Так вот Эта гордость курса Делал мне предложение А я ему отказала Между прочим Из-за тебя Из-за меня? Да, Лешенька Потому что На твоем Интеллигентном фоне Он казался просто Неандертальцем Ой, Лен Ну, к чему сейчас все это? Да потому что У тебя очень способный сын А ты своей интеллигентностью Мягкотелостью Можешь ему помешать Ты понял меня? Да Извини, я спешу Знаешь Ты совершенно права Нельзя быть мягкотелым Нельзя Продолжение следует... Где Игорь? Здравствуй. Я спрашиваю, где Игорь? Куда вы его отвезли? Ну, понимаю, что... Где? Ну, ладно, ладно, ладно. Я понимаю, конечно. Только меня не закладывай. Короче, Рощина Песочная 3. Что случилось, Игорь? Я сделал что-то плохое? Ну, если ты не скажешь, я так и не узнаю. У кого мне еще спросить? Зачем ты меня бросил? Я тебя бросил? Ты думаешь, что я тебя бросил? Игорь, ты бы мог бросить друга? Нет, не мог. А я бы мог? Зачем ты от нас уехал? Ну... Я уехал. Так получилось, мы... Поссорились с мамой. С мамой? А со мной? Ну, разве я могу с тобой поссориться? Па! Поживи со мной. Останься здесь. Лежать не могу, сынок. Но я буду приезжать к тебе. Поп, рыбу лови, а в палатке вниз. Ты же обещал? Обещал. Ты побудь здесь, я пойду поговорю с бабулей. С бабулей? Мне разрешено. Думаешь? Ну, подожди. Я пойду поговорю. У Игоря будет новый отец, неужели это не понятно? А со старым как быть? Ему лучше исчезнуть, но иногда напоминать о себе алиментами? Да не нужны нам ваши алименты. Толкут с них. Дело не в этом, я просто хочу вас понять. Лучше бы жену свою пытались понять. Вы же старше ее, могли бы разобраться. Другое ей в жизни нужно. Вот и получилось. Налеталась в своем облаках, а теперь потянула на землю. Так что винить кроме себя некого. У меня есть сын. Я хочу его видеть. Я должен с ним заниматься. Я, я, я. Как были эгоистом, так и остались. Не о ребенке думаешь, а тебе. Не оставите нас в покое. Напишем куда следует. Будете знать, как разрушать семью. Пишите. Я, Валентина Ивановна, могу даже адресатов подсказать. Красный крест, международная ассоциация цирков, прокуратура, народный суд. Достаточно? Так что не теряйте времени, садитесь и пишите. А с сыном я буду встречаться. Ясно? Ну как? Бабушка боится, что ты в воду упадешь, простудишься. В общем, не отпускает. Значит, ты не возьмешь меня на рыбалку? Ну почему я это не возьму? Я тебе отец или не отец? Отец. Ну и все. Значит, слушай меня. Петя Леонидович, можно? Да-да. Петя Леонидович, можете отпустить меня на неделю? Мне нужно уехать срочно. А, конечно, понимаю. Надо, значит, надо. Спасибо. Да, Леша. Что? Вы уезжаете, зарплата не скоро. Может быть, в долг? Ну я же не в Сочи. А, да-да, понимаю. Где же спички? Привет. Привет, ты чего такой веселый? А это у меня всегда перед рыбной ловлей. Щуку любишь? Очень. Жди. Нет. Странно. Цирк работает, тебя в турпоход. Мамочка, я же объяснял. Профсоюзная путевка осталась одна неделя. Если мы откажемся, нам больше не дадут. При чем тут ты? Потому что я сознательный. Так, где Чайник? Я этого не... Чайник, где? Я этого не нахожу. Я не понимаю твоего легкомыслия. И время совсем не подходящее... Мама, Чайник! Насколько я понимаю. Игореша, а почему ты с нами не играешь? Я занят. А чем занят? Тебе скажи и сразу разболтаешь. Я разболтаю. Ну смотри, я сейчас убегу из дома. А можно мне с тобой? А у тебя мама с папой поссорились? Нет. Тогда нельзя ж никогда поссориться. Лара. Лариса. Что такое, мам? А где Игорь? На. Читай. Что это? Вы лишили меня возможности выполнять свои обязательства перед сыном. Прошу не беспокоиться. Теплые вещи я Игорю купил. Через неделю он вернется. Алексей, какие обязательства? Да рыбалку он парня обещал еще зимой. А теперь где-то адрес узнал. Не знаю. Я, конечно, не пустила. А он на такси схватил парня. О, господи. Что же теперь делать? Я чувствовал, что добром это не кончится. Ну, что паниковать. Не с чужим же человеком уехал. Пусть поживет с отцом. Он теплые вещи купил. Валера прав. Действительно, Леша не чужой. Что здесь страшного? Ну, конечно. Валерий, ты чего бояться? Не его ребенок. А Калиничев тебя парня замотает. Надо немедленно забрать его оттуда. Забрать? Откуда? Поедем к Ольге Ростиславовне. Уж она-то знает, где эта рыбалка. Игорь, посиди. Пап, давай всегда здесь жить вдвоем. А потом маму позовем. Ты с ней померишься, ладно? Если ты хочешь, я попробую. Но я не знаю, захочет ли мама. Конечно, захочет. Я ей уговорю. Ладно. Мама, она правда ничего не знает. Он ей специально про путевку и турпоход сказал, чтоб не волновалась. Узнать бы, что за такси, на котором он уехал. Машин в городе много. Так она же сказала, что он по телефону вызывал от соседки. Не знаю, если через центральную попробовать. Телефон надо знать. Это я сейчас узнаю. Папа, посмотри, что я поймал. Молодец. На уху сгодится. Теперь посмотри, что у меня. Видишь? Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. КОНЕЦ КОНЕЦ О, специально свою веру обращает. Вы хоть бы припугнули его. КОНЕЦ Ты чего? Может, не нужно все же, мам? Не нужно, если ребенок тебе не нужен. А я пойду. КОНЕЦ 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 Фух, вы папа. Да нет, я пока что сосед. Слушайте, это что же они до сих пор его, значит, там ищут? Бедняги. Вы понимаете, что еду мимо Рощина, стоит, голосует на дороге. Был, говорит, с родителями в лесу, и потерялся. Самое интересное, что не плачет. Я не хотел, говорю, тебя ж будут искать. Нет, мы, мол, так договорились. Что ж теперь? Да нет, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Большое вам спасибо, огромное спасибо. Пожалуйста, слава Богу. Извините за беспокойство. Ну ничего, всего доброго. Всего доброго. Что-то я, парень, не врубаюсь. А вам и не надо врубаться, просто я с дачи сбежал. Бабуля плохо о папе говорила. Зачем же ты врал человеку, что потерялся? А зачем мне врали, что меня папа бросил? Ну ладно, сами разбирайтесь. Есть будешь? Нет, некогда. Достаньте дяде Валера скрипку. Она на антресолях. И охота тебе заниматься в такую рань. Гонял бы лучше на его сипеде. Ведь кто-то должен играть на скрипке. Ну ты даешь. На, держи. Спасибо, до свидания. Подожди, ты куда? К папе заниматься. Как к папе? Твой папа на озере рыбу ловит. Нет, вы не знаете моего папу. Без меня он не будет ловить. Мы с ним друзья. Ну, парень, я тебя уважаю. Ты, мама, ты во всем виновата. Всю жизнь мною командовала, я как дурочка слушала. Все из-за тебя потеряла. Ну, хорошо, хорошо. Но сейчас-то зачем об этом? Собирайся, поехали за ним. Хватит, мама. Запомни отныне свои проблемы. Я буду решать сама. Господи. Взрослый человек. А мальчишка его вокруг пальца отбел. Поехали. Никуда я не поеду. И вообще оставьте мальчишку в покое. Мамаша. Да, да, мама. Это тебе не Голенищев. Да уж, Алеша бы никогда себе такого не позволила. Ну, из-за я. Ну, видишь, как я быстро. Угу. Группа развалилась. Не надо, Леша, я все знаю. Ну, хорошо. А что же дальше? Я хочу только одного. Всегда видеть сына. А я внука. Это арабряда. Зарабряда. Ну, давай. Хорошо. Новыйogeno. Я внука. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok